Прошлой осенью в ФБР поступил тревожный сигнал из окрестностей Миссисипия. Сигнал исходил от встревоженного видеоблогера, под одним из роликов которого появился коммент «Я намерен стать профессиональным школьным стрелком». На следующий день двое оперативников ФБР прибыли в офис бдительного гражданина, получили все данные по комментарию и поинтересовались, известно ли заявителю что-либо об авторе мощного высказывания. Ответ получили отрицательный. Комментарий был написан из-под учётки Николас Круз. Но это не помогло ФБР сразу обнаружить Колю Крестового и применить по нему своевременные воспитательные меры. Коля Круз, 19-ти годков от роду, как положено малолетнему дебилу, обозначился сам. Торжества по поводу Дня Святого Валентина, это 14 февраля, лучше всего удались в одной из средних школ города Паркленд, штат Флорида, откуда Коляна не так давно выперли за агрессивные выходки. Вооружившись винтовкой АР-15, которая продаётся в штате как гражданское оружие, прихватив с собой изрядный запас патронов, юный урод подобрался к отринувшему его учебному заведению. Проникнув внутрь, извлёк ствол из сумки и, забегая в различные классы, начал в упор расстреливать всех, кто там находился. Стрельбу вёл около трёх минут, потом дегенерат бросил винтовку и покинул учебное заведение. Примерно через полтора часа был задержан в паре километров от места преступления. Итог. 17 убитых, 14 раненых, трое в критическом состоянии. Коле удалось осуществить самый кровавый школьный расстрел в США, начиная с 2012 года. В США в этом деле, как и во многих других, впереди планеты всей. Есть свои рекордсмены. Сейчас Коля тоже в больничке. Несомненно, у мальчика тяжёлая психологическая травма на почве конфликта с жестоким обществом. Надо бы его пожалеть. А ведь буквально на прошлой неделе город Паркленд занял 15 место в рейтинге наиболее безопасных городов США. Ну, это по версии авторитетного сайта Neighborhood Scout. Удержать эту позицию в ближайшем будущем, скорее всего, не удастся. Ну, как всем известно, вооружённые люди – вежливые люди. Легенды о вежливости вооружённых людей день ото дня становятся всё красочнее. За 44 дня 2018 года в учебных заведениях США зарегистрировано 18 случаев применения оружия. Отечественные детишки из категории «башка со смещённым центром тяжести» много лет дрочат на Колумбайн и даже пытаются это в меру своих идиотских сил иногда повторить. Ну, вот свежий пример для подражания. Есть мнение, меры безопасности в наших школах надо бы усилить минимум на пару недель, пока давление в бошках малолетних агрессивных дегенератов не приблизится к норме. А вот, кстати, совсем недавно президент Донни Трамп поучал французов. Посмотрите на Париж, где очень строгий контроль над оборотом оружия. Посмотрите на ужасную бойню, которая была устроена на улицах, в кафе, как много людей было убито. Эти люди ходили с оружием и в течение продолжительного времени один за одним убили сотни человек и ранили их. А оружие было только у плохих парней. Если кто-нибудь с оружием оказался бы на месте, когда они вошли туда, пули могли бы полететь в другую сторону. У нас не было бы сотен убитых. Ну, рецепт спасения по Трампу понятен. Надо вооружить всех американских школьников. И стрельба в американских школах тут же прекратится. Ну, а если говорить серьезно, обсуждать, надо ли поголовно вооружать всех граждан лучше всего с родителями убитых детей.